Ты непрерывно в течение пяти лет находишься в Польше на легальных основаниях, у тебя стабильный доход, есть страховка, ты получил сертификат знания польского языка и ты устал от карт временного пребывания, ну как и я, короче, как и мы все, то не переключай, смотри этот фильм до конца, чтобы шаг за шагом узнать, как подать на резидента Европейского Союза. Я Николай Бакур и это канал Объективно о Польше. Подпишись. Кто может подавать заявку? Если ты находишься на территории Республики Польша на законных основаниях непрерывно в течение пяти лет, тогда ты можешь подавать заявление. Что значит непрерывно минимум пять лет? То есть, если вы находились на территории Польши и при этом вы выезжали за границу, там, припустим, в Украину, в Россию, в Беларусь, и вы пребывали за границей, за пределами Польши больше шести месяцев за одним разом, тогда это считается уже как перерыв. Или все перерывы в сумме не превышали десяти месяцев, то ваш пятилетний период будет считаться непрерывным. Когда можно подавать заявление? Подавать заявление можно и нужно не позднее, чем последний день легального пребывания на территории Республики Польша. Как можно подать заявление? Первый вариант – это лично, предварительно бронируя посещение на веб-сайте, который указан здесь, или также после личного заполнения онлайн заявки, ее распечатки и бронирования посещения на этом веб-сайте. И также в описании фильма оставлю адреса мест подачи, куда вы можете сдать свое заявление и полный пакет документов. Второй вариант, как можно подать заявление – это через почту, что сделаю и я. Письмо нужно отправить на управление Нижнеселевского воеводства во Вроцлаве. Это департамент по делам граждан и иностранцев. Улица Повстанцев, Варшавы, 1. Вроцлав. Если вы живете в другом месте, в Варшаве, например, то вы можете обратиться туда. Не забудьте указать свое текущее место пребывания в заявлении. Итак, коротко по списку. Какие нужны документы, чтобы подать на резидента ЕС? Вам необходимо заполнить одно заявление и распечатать его в двух экземплярах. Второе – это четыре фотографии. Третье – это ксерокопии действующего проездного документа. Если у вас было два паспорта, то есть старый и новый, и вы поменяли, то необходимо отсканировать все те печати, те аннотации, которые были в старом документе. Лучше его полностью отсканировать и также прикрепить к пакету документов. Так как то, что было у вас за последние пять лет в государственном департаменте, им необходимо это знать. И чтобы подтвердить ваше именно легальное пребывание и непрерывное пребывание на территории Польши в течение последних пяти лет. Четвертое – это может быть умова вынайму мешканин. Или у вас есть документ, который подтверждает, что вы являетесь собственником недвижимости, в которой вы живете. Итак, пятое – это подтверждение оплаты. Составляет оно 640 злотых. Шестое – это документы, подтверждающие необходимое пятилетнее непрерывное и легальное пребывание на территории Польши. Что это может быть? С самого начала, когда я приехал в Польшу, я зарегистрировался по месту пребывания, то есть прописался в своем общежитии. И для меня это считается тем первым, то есть в течение последних семи лет я прописан в одном городе. И для меня это является основным документом, который подтверждает мое легальное и непрерывное пребывание в Польше. Естественно, после окончания университета я начал снимать жилье и был прописан уже в другом месте. Но с другой стороны, я вообще не понимаю, что именно мне нужно им предоставить, чтобы подтвердить мое легальное пребывание в течение последних пяти лет. Я выезжал, у меня были короткие сроки перерыва, так сказать, когда я выезжал в Украину. Но основным, я так считаю, документом, который подтверждает мое непрерывное пребывание на территории Польши, это печати в моем загранпаспорте, когда я пересекал границу и там все как бы четко написано. Также восьмым документом является подтверждение знания польского языка. Это сертификат, который был выдан после сдачи государственного экзамена с польского языка. Или также другие варианты, это окончание полициальной школы или окончание вуза. В моем случае это было окончание вуза и также об этом, как получить сертификат, какие нужны экзамены сдавать, где пойти учиться польскому языку, я сделаю отдельное видео, поэтому переходите по этой ссылке, чтобы узнать об этом больше. Восьмым документом является подтверждение вашего легального трудоустройства и подтверждение того, что у вас есть стабильный доход, который вы можете содержать себя, а также тех людей, которых вы содержите. Это могут быть ваша супруга или супруг, также ваши дети. Также если вы кого-то содержите, то есть у вас кто-то есть на попечении, то вам необходимо также взять документ, который подтверждает, что вы имеете возможность их содержать. Девятым документом является медицинская страховка. Я написал, что у меня есть работа, просто в строке, где написано о медицинской страховке, я написал «Умово-операции». Но я думаю, что они догадаются. Моя работа, она покрывает страховку и в этом плане я обеспечен. Я обычно так и всегда пишу, когда раньше заполнял внески на карты часового побыту. Ну и также та справка, о которой я говорил раньше, то есть это десятый документ, который свидетельствует, сколько людей у вас на попечении. Одиннадцатым документом является подтверждение вашего дохода за последние три года. В моем случае я просто скачал с вот этого сайта за последние три года свой доход, то есть ПИД-37. И ваше пребывание будет законным с даты подачи заявки до даты, когда решение по этому вопросу станет окончательным. Уже прошло более года после того, как я подал на гражданство Польши. Я также сниму подробную инструкцию, шаг за шагом, как подать на гражданство через президента, если вы активно поставите лайк под этим видео. И для того, чтобы подать на резидента Европейского Союза, необходимо зарегистрироваться на вот этом сайте, выполнить анкету и выслать ее онлайн. Вы, наверное, заметили оригинальную толстовку на мне, и это не обычный мерч, это лого учебного заведения в Польше. Если вам эта тема интересна, и я больше расскажу об этом учебном заведении, куда каждый из вас может поступить. Обучение в Польше – это крутая вещь. Продолжение следует...